Юрий Гаранян сделал очень много для развития в Сочи тхэквондо. В память о нем спортсмены решили ежегодно проводить соревнования. Сейчас Сочинская федерация тхэквондо насчитывает около тысячи спортсменов, а вообще корейское боевое искусство известно в нашей стране с 1989 года. Это как бы не только вид спорта, можно сказать, что это как стиль жизни, это философия. То есть восточные единоборства, они подразумевают развитие не только телесное, физическое, но и духовное. Поэтому как бы очень много детей, когда приходят, они в большинстве случаев остаются, занимаются. Тхэквондо начинают заниматься с раннего возраста. И здесь на показательных выступлениях в одной команде и самые маленькие, и те, кто уже достиг определенных результатов в спорте. Изюминка тхэквондо в работе ногами. Очень техничная, скоростная работа ногами. Главная цель на работу ног, на скорость, на технику, на качество, на красоту ногами. Техникой самообороны без оружия занимаются и девочки. Я знаю, что смогу за себя постоять. Не зря все это отрабатываю в залах много раз и много лет. В открытом чемпионате, кроме спортсменов из четырех районов города, приняли участие бойцы из Абхазии. Они заняли второе место на первом бойцы Сочи. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.